привет всем вы на канале просто детки и у нас продолжение обзора шарарама что у нас сегодня нового угроза из прошлого это из прошлого раза вот в общем шарарам погружается во тьму и модная весна так ну с тьмой понятно я помню там вышла из строя электростанция нужно ее отремонтировать да а вот модная весна интересно возможно там что-то есть красивое вот прикиды для мальчиков для девочек и пин нам что-то хочет сказать а это он нам хочет сказать что в шарараме а все пропало да не дай шарарам погрузиться во тьму и получи подарок пола погружения во тьму ясно давайте сразу глянем на одежду и так а пойдем кататься получается прическа роллер леди и она прическа мне даже если я хотел купить она для девочек поэтому нет наряд роллер леди тоже такой себе вот кстати всего этого ролики роллер леди мне больше всего нравится самое красивое но из этого всего прикида но хоть они и как бы девчачьи да а куплю себе пускай валяются а вдруг когда-нибудь там под какой-нибудь прикид а подойдет хотя в принципе есть же вот и да эти стильные роллеры синенькие тоже пойдут для мальчиков так костюм стильный роллер но ничего так костюм пойдет а и кстати можно вот прическу о я уровня достиг прикольно 64 уже смайл доступно и там так далее а можно цвет менять видите да то есть два цвета для девочек а для мальчика тоже два цвета а зеленый и коричневый ну не знаю шапка мне не настолько прям понравилось чтоб ее за румбик покупать так с этим разобрались а вот будь собой еще прическа крутая девочка ну прикольная прическа да и юбка тоже ничего так такая стиле этот как будто мама там или ну в общем и страшилок такое что-то причем можно менять красная белая прикольно а так и очки очки крутая девочка за 4 румбика а для мальчика очков что нет зато для мальчиков есть аксессуар часы ну пускай будет навряд ли когда-нибудь его одену но все же а вот костюм за 13 румбиков это конечно круто не знаю нормальный костюм как бы да но я не готов на него потратить румбики а прическа по моим правилам прическа такая веселая и дорогая а пускай в хозяйстве пригодится так а что я могу из этого всего что я купил одеть на себя интересно смогу ли что-то что-нибудь или нет допустим прическа а уши вылезли до прическа допустим часы а костюм стильный роллер ухты и кстати мои эти кеды подходят под этот костюм да и ролики стильный роллер какой-то вообще них подстреленные мне кажется так ну что это вообще шапка шапка мне не нужна нужны очки какие-нибудь очки о калейдоскоп очки с бантиком а зачем очки с бантиком все купил я не помню очки зяброчки очков целая куча причем все подходят ну кстати вот отдых в турции не знаю почему пускай будут будет он стоять прикольно мне нравится так во первых можно убрать поняшку это нужно фон поменять и взять какую-то другого спутника себе да спутник кто сюда подходит такой весь модный путешествующий даже не знаю и веселый да а кстати далматинчик хочу с далматинчиком хотя он с шапки он такой зимний вроде бы может не далматинчик бабочки ну пускай будут бабочки ладно спутники бабочки так и последний это фон нужно поменять чтобы же удобно было проходить спасать шарам от темноты в общем новогодний мне нужен так это тоже ничего не нужно чтобы сюда подобрать такого даже не знаю ничего мне как-то не подходит о пускай будет такой фон все отлично но как-то такой прикид не скажу что мне сильно понравился так пускай будет в общем конечно переодевания много времени занимают ну а что делать надо бывает вы говорите там покажи своим прикиды наряды там переоденься но общем тут вот уже меня заметили давно да а давайте приступим к миссии где миссия нюша ты что здесь делаешь а любишь ромашки собери букет из семи цветочков чемоданчик он тебе пригодится а я уже не помню как их собирать в чемоданчик да раз где же они вот надо наводить на каждую которая выделяется то и брать с собой так четыре ромашки пять что так стоп я что-то вроде брал еще одну нужно найти а вот одна все от букетик есть нюша нам больше ничего не говорит так опасно вход только секретным агентом но вроде как я на полставки там подрабатываю поэтому пошли вот что это у нас здесь а чтобы попасть на тэц пройдите через завал как показано на схеме а так ясно идем сюда 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 ого ничего себе можно конечно купить карту я даже не буду делать скриншот попробую по памяти пройти ну вначале мне мало того пойти найти выход мне нужно еще пособирать бревна для того чтобы можно было к этой электростанции переправиться а для этого я иду вот кстати одно бревно беру а есть бревно так теперь мне нужно идти сюда вот так идем за вторым бревнышком их на карте всего четыре да так только я вот не помню по моему в самый конец нужно идти и сюда вверх да вот она а получается издалека его взять нельзя да то есть если бы я захотел бы допустим пойти дальше а вот ну к примеру там по центру сейчас бы был бревно я не смог взять даже если бы я увидел только нужно к нему подойти так два бревна есть в принципе бревна здесь не сложно собирать если тем более уже раньше я играл как бы карта перед глазами запомнил все вспомнил единственное что это все долго много времени занимает а сложности в этом никаких нет так вот идем теперь уже по направлению к выходу немного пройдем дальше возьмем третье бревнышко вот оно же здесь рядом или не рядом еще пройти нужно пропилить пару экранов вверх вот оно да третье бревно хорошо так возвращаемся теперь вот плохо что как плохо с одной стороны хорошо конечно раньше можно было магии использовать здесь да то есть можно было так вот стоять взять и перепрыгнуть допустим наверх пройти и все как бы срезать да с одной стороны это читерство а с другой стороны ну как бы было прикольно не тратить кучу времени тут на эти все похождения сейчас я смотрю даже нет опции использовать магию раньше такая опция была так ты не хочешь пойти вверх а то что там застрял тут в этих ветках можно заблудиться и они могут тебя так вот в этом месте если ты нажмешь не по центру и не пойдешь а вот немного ниже ты вот в этом месте можно вообще застрять застрять и потом приходится перезапускать локации никак оттуда не выйдешь раньше можно было выйти прыжком но вот сейчас я кстати ходил почему то не знаю меня понесло туда чуть ниже застрял пришлось карту перезапускать и заново заходить сюда так давай вверх почему ты не идешь вот последняя бревнышко и здесь можно было перепрыгнуть бы и и пойти дальше если было магия а нет приходится возвращаться так ну бревна у нас все нужные есть теперь быстренько шуруем к выходу уже половина где-то пройдено этого лабиринта ну что ж ты не хочешь идти вверх эй эй ты да тебе говорю пошли вверх смотрите а вот аж сюда нажимать надо так здесь по идее не заблужусь я так карту помню приблизительно теперь сюда вниз ну а здесь логично тоже аут кстати выхода можно было перепрыгнуть бы здесь и все был бы прыжок но прыжка нет придется еще раз еще походить поплукать здесь так идем вот сюда теперь сюда по моему вниз опять да точно все правильно пока давай 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 куда ж ты но плохо что каждый раз прогружается карта они просто мы по ней ходим так по моему сюда да вот такой склон поднимаемся по нему и еще раз а вот застрял сцепился желательно по центру ходить по этим всем лабиринтом так уже близко-близко но видите не захотел идти нужно было только по центру направить его так последний подъем вверх по моему такой длинный большой так немного правее берем но так и вот мы уже почти в цели здесь нужно не вниз пойти а пройти на дальше и потом свернуть влево все вот он выход без сучка без задоринки только вы с бревнышками так вот здесь на дерево висела веревка я взял почему-то не записал это вот у нас плод уже связался ставим плод на воду и переплываем я так понимаю да на другую сторону отлично так там вот это вот еще какая-то палка здесь лежит обязательно берем ее не помню для чего она честно я думаю скоро разберемся идем к тэц пин ты уже здесь из-за урагана случился скачок напряжения и тэц вышла из строя а пока шарами стекло станция работать на запасном а светло станция работать на запасном генераторе но если не починить тэц электричество пропадет я не могу попасть на станцию щиток закрыть деревом а мне тоже нужно внутрь я помогу тебе может быть у тебя есть что-то чем можно отодвинуть бревно а у меня есть палка может она пригодится о это то что нужно попробуй убрать дерево палкой вот так все открываем щиток а так и здесь нам нужно теперь я уже не помню что белый белый красный красный ой как-то здесь о по-моему все правильно да сверху так теперь здесь белый желтый плюс синий оранжевый то есть нужно тут все цвета правильно подобрать и кстати вот здесь тоже по закручивать снизу все вот и синий синий белый синий белый хорошо а вот здесь также что ли да а здесь нужно просто повкручивать отверткой наверно вот эти до шурупы которые выкрутились так цвета вот это тоже нужно поменять а желтый я уже не помню цвета какие здесь желтый плюс синий получается оранжевый наверно да а дальше или нет желтый плюс красный оранжевый о вот точно да нам даже повезло желтый плюс красный оранжевый красный плюс синий фиолетовый желтый плюс красный тоже оранжевый и желтый плюс синий зеленый отлично все включаем и что теперь поставь кнопки на свои места вращая их вокруг других кнопок с помощью мышки подсказка верхнем углу хорошо так нам нужно сначала вот так сделать теперь немного не так конечно я сделал хотя возможно нет нужно вот это вот сюда переместить так а теперь а теперь так а я не так немного а я что-то вообще сбился так а ну-ка эх нет не так то что ж такое а нужно вот надо чтобы они вместе были все понял понять не значит быстро сделать ладно так блин вот так может и опять не так наоборот нужно блин что-то мне как-то не везет теперь нужно переместить это сюда нет да что ж я не могу сориентироваться так получается вот так нужно внизу чтоб было а это вверху вот все теперь точно фух сделал открывайся агент спасибо тебе за помощь держи от меня нужную вещь она может пригодиться дальше большое спасибо добро пожаловать на тэдс удачи тебе так берем вот эту штуку фильтр типа наверно и идем на тэдс а сразу собираем кучу запчастей они потом пригодятся кстати самое сложное все их найти поначалу так кофейный аппарат пить можно нет так это свет включить пока нельзя вот еще запчасть где то наверное я уже пропустил что то так отвертки ой нельзя нельзя значит испытание тоже нельзя ключ разводной вот еще запчасти разные и еще сначала нужно все установить установить получается да вот чайник там взбесился фильтр ох ты сколько всего всего здесь много это что тоже все брать можно ничего себе куда оно у меня все влазит а вот схема все вот схема вижу получается здесь насос тарам парам пам пам да нагревается все идет так можно в принципе вернуться и начать установку если все собрал так вот здесь начинаем установку с чего бы начинать конечно вопрос интересный или что или сначала нужно все таки не пойму я так ну это ясно так нужно место просто найти правильное с чего начинать вообще вот подставка где ее поставить каждый раз я здесь мучаюсь не пойму где начинать что это не нужно ладно еще раз на схему гляну так вот да это сюда фильтр а можно ближе рассмотреть а я сдалека рассматриваю все вижу так насос качает воду а фильтры чистят воду а вода кипит и превращается в пар пар вращает турбину генератор вырабатывает электроэнергию ток бежит по проводам а вот найдите детали и почини насос хорошо дальше соедини там все и почисть все а я никогда на эту схему не смотрел даже так ладно нужно найди детали я по идее все нашел нужно чтобы они установились теперь правильно какой из них ставить по идее вот этот вот да ооо вот даже поставил правильно надо же так дальше это куда это 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 фильтр а вот есть так теперь это может сюда да соединяем то здесь у нас получается что лишний лишние даже детали есть вот так а я уже не помню так это у нас сюда все может ключом закрутить надо по идее все правильно так теперь нам по идее нужно вниз спуститься да почистить а как это сделать нужно костюм одеть а костюм где взять вон там они висели но почему то не берутся ооо еще запчасть лежит так что то я упускаю а вот ничего не упускаю а приветствую тебя на нашей станции куда же вы все делись а не знаю я тоже удивляюсь куда же все подевались но мое дело уборка вот я пришла прибраться тут а я пришел сюда чтобы помочь и устранить неполадки а помочь а может быть ты мне сможешь помочь а конечно я готов помочь вам а я очень люблю ромашки которые растут в ромашковой долине они поднимают мне строение вот бы мне один такой букетик так из-за этой ерунды я не буду отвлекаться от важной миссии я обязательно помогу вам а позже принесу огромный букет ромашек ооо у меня как раз есть букет из ромашковой долины специально для вас тадам вот как раз мне швабра и нужна а спасибо а я подарю тебе швабру возьми ее из скафандр в чемоданчик а спустись в водный отсек и очисти шваброй фильтр а спасибо за такой оригинальный подарок хэх так ложись швабра вправо быстрее было так а скафандр он у меня уже есть или нет почему не берется а где скафандр оу почему не могу взять скафандр может я не там смотрю да нет там же она уже занята вот же они здесь все так нужно как-то одеться а как блин швабры там но и и тоже нельзя и может нужно починить так как то нужно изолятор она есть и то есть может вот так как то Конечно, не выход Да что ж такое, а? Почему не берётся скафандр? Капец Видишь, на меня что-то не так Так, а, вот, я вспомнил Крышка не закручена Может, после этого можно будет взять Вот, не закрутила крышку скафандр Да, испытания пока не могу начать Но, может, скафандр смогу взять Вот, тюблин Очень интересно, не могу взять скафандр Потому что не закручена крышка на генераторе Ладно А, нужно его именно одеть, да? А как его одеть? А ну-ка О, порядок Берём швабру И чистим здесь всё, да? Отлично Чистота прям Всё, швабры у меня уже нет А, есть? Могу там почистить? Нет, там не могу Ну, это, в принципе, не нужно Так, ну, неужели уже почти всё? Как-то это у меня долго миссия проходится Работники потом сами пускай там ремонтируют проводку Так, всё, по идее, должно работать О, лампочка появилась Отличная работа, агент Теперь осталось произвести проверку И пустить электричество в шарарам Нажми кнопку, чтобы начать испытание Нажал И что? И смотрим на карту, да? Тут темно Рубильник По-прежнему темно Так, ну я же кнопку нажал Что опять не так? Скафандрик верни Ну вот, работает всё, да? Вода правда капает Отлично, ты смог исправить систему Теперь нужно включить главный рубильник И поскорее перейти с резервного на основное топливо А потому, что резервное уже на исходе Пока, в общем, я круг сделал Там всё получилось, да? Да Ура, наконец-то Всё посветлело Спасибо за помощь Я вручаю тебе почётный орден энергетика И полу-поружение во тьму Ищи орден и полу-на личной карточке Спасибо Наконец-то Нет, ещё раз я не хочу Хочу вернуться уже в шарарам, наконец-то Так, ну, как всегда, осталось совсем немного Именно принять ваши заявки Прочитать открытки Подарки и, возможно, сообщения 116 запросов сегодня Не столько много, как в прошлый раз Но всё равно многовато Так, начну с подарков Подарки сегодня у нас от Саша и Сёма Елисейчик, Кот и Тишка Так, оно быстро пока принимается Пока народу немного Про Соня Агент Я Руслан Бро Ногами Лера Элита Мура Так, Лиза Разные Лизы, по-моему, да? Мила Роза Андрей Джук Маленькая Диско Дисконнект Не надо, он дисконнект Гривина Марьям Андроид Раскраска Димирчик Эмилия Ксюндель Эльфик Драина Коля Артём Так Про Мастер Игрок Полина О, к сожалению, всё Так, ваши открытки Стараюсь побыстрее Потому что время уже и так мало Аааа Так Открыт О, 37 открыток Открытка от Ким Егорка Попов А, Даяна Где А, Саша и Сёма А, Кот Котёнок Лайм Котянечка А, не котята Улыбки Улыбкпен А, про Соня Крюндель Крюндель А, про Соня Опять, блин А, я вампир О, ура, типа, да? Эм, так Так Тишка Была Розика Стефани Яруслан Бро Пенюга Злата Хомяк Ячису Назар Мамма В общем, просто мама Ассасин Лиза Киска Катя Ванилопа Найки Сан Мэри Крэс Или Крэс Цунада Икс Софа Егра Валера Эльфик Машуко Или Машуко А, Маргарита Шеодин Полина И последняя открытка Б-б-б Так, ну вот такие открытки были Кому-то помог Сразу монеток накидали Так, ну и кратко Очень ваше сообщение Начиная со старого шарафона Сегодня было много Котиков Это С никами, да Решил взять такой шарафон Тоже котик Привет, Ваня Передай привет Передаю привет, Кира Сыграй в игру Last Year The Nightmare Ну, я глянул Игрушка Вообще Жуткая такая Не просто там Страшилка, да Как Грэнни А именно там Там С ковяшкой С всем таким То есть, ну Реально страшная Для детей Поэтому на нашем канале Ее записывать точно не буду Скорее всего Я запишу Вообще прикольная игрушка Ну Красивая для своего жанра А для более взрослой аудитории Запишу ее на канале Просто Геймер А кто не знает Я веду канал С более Взрослыми С более старшими играми Ссылка на него Есть под Под всеми видео Как вы можете найти Там Я ее обязательно Запишу На днях Так что хотите Зайдите сюда Проверите Там тоже много Всяких интересных игр И про зомби И страшилок Там и так далее Так что Заходите Ну, за рекомендацию Спасибо Передаю привет Вампир УА А также Персонажу С ником Таким На 888555 Передаю привет Для Тани Для Тани Хорошо Да Прошло я снимаю Где я взял такие очки Но честно У меня с памятью На такие вещи Ну, скажем Не то что проблема Просто я Не запоминаю их В каждом видео В каждом ролике Их там уже Много Довольно-таки Там 250 Или 260 Не помню Получаешь Какие-то призы Там Какие-то подарки И там Что-то покупаешь Шарарами И запомнить Это Где Что тебе Дали Когда Там И так далее Практически Нереально Поэтому Если сильно Интересно Вот Кто-то Из Зрителей Наших Может подсказать Тебе Где эти очки Давались Они давались Не так давно Потому что По Порядку Допустим Ну, к примеру Вот я захожу В свой Инвентарь Скажем так Секундочку Вот Чтобы вы понимали Вот то что Допустим На первой странице Это то что Давалось Там Движайшие Две-три недели Там Следующая страница Там Допустим Там Прошлый месяц Там То что давалось В следующей странице Когда я листаю Это к примеру То что давалось Полгода назад И вот так Каждая страница Это все дальше И дальше И дальше И дальше И дальше Как бы Вот эти вещи Давались мне По По мере того Как я зарабатывал Они Как бы здесь Отображаются Именно По факту Как сказать Получения Соответственно Если вот очки вам понравились эти, да, ну, к примеру, они там находятся на первой странице, значит, они были совсем недавно. Пересмотрите последнее видео, кажется, мои там 5-6, и будет видно, откуда они давались. Ну, как-то так вот. Я надеюсь, понятно объяснил. Если нет, то сори. Привет, передай привет. Ну, как же тезке не передать привет, да? Привет, тезка. Так, ну и здесь можно тоже. Привет, пока не тормозит. Так, я так понимаю, Крис, Салин, это Алена, или как понять, да? Ну, то, что здесь Алена написана, это факт, но дальше, как бы, догадайтесь мы сами. Как ты скачал шарфик? Скажи, у меня не получается. Да, ну, не знаю, скачал, вот, установил, даже не пользуюсь, мне не понравилось как-то вот. Вот, не знаю, почему, потому что он там квакает что-то везде, я там записываю другие игры, там, или что-то делаю. Он там искакивает, там, какие-то сообщения, там, или что-то еще, я поэтому его удалил. А просто качается, вот, он, если вы на компьютере же играете, то все скачиваемые файлы идут в определенную папку, да? Вот вам просто нужно ее найти, туда зайти, возможно, вы его уже скачали, просто сами об этом не знаете. А, так, Евочка тут тоже очень просит привет, передаю привет. И так, и так, да, и в шарафоне, и в ютубе. Привет, где ты живешь? А, ну, в данном случае я, наверное, живу на ютубе, да? Потому что много времени здесь провожу. Скорее всего, меня скоро с дома выгонят, буду жить, правда, на ютубе. Также приветик для Леры. И привет для еще одной Леры и ее братика Никиты. Привет, меня один пацан обижает, ты можешь как-нибудь его забанить? А, ну, на самом деле, никак не могу, даже если бы мог, как бы, а я не судья, чтобы кого-то где-то банить, да? То есть, решайте свои вопросы с ним, если он обижает, как обижает, как можно вообще в интернете обидеть? Там, что-то говорит, не обращайте на него внимания и все. То есть, поговорит, пообижает и перестанет, как говорится, да? Другое дело, если бы в реале это была уже проблема, как говорится. А здесь просто игнорируйте и все, и он выдохнется. А, привет, вопрос, ты бы хотел стать модератором? Если да, то почему? Если нет, то тоже почему, наверное, да? На самом деле, никогда не хотел. Почему? Потому что времени на это нужно много. Ну, как по мне, то есть, если нормально хочешь быть модератором, то есть, находился там на локациях, ходил там, читал чат, выявлял, скажем так, этих нарушителей, это нужно время. Времени у меня, как бы, нет совводного, поэтому быть модератором просто для галочки смысла я не вижу. А, так вот, Дрин просит передать привет Смешарику Азилия и Ватрушка, 22 апреля, день рождения моего Смешарика, ну, а сегодня 23 апреля, как бы, ну, уже с прошедшим, что ли, да? А, так, ну, как только появится у меня свободное время, обязательно поменяю себе клуб, тем более, что я уже, как бы, купил тот клуб, который хотел поставить, а теперь нужно заставить себя все-таки это сделать. Ну, что ж, друзья, сообщения пока те, которые до меня дошли все, видео сегодняшнее подходит к концу, к своему, логическому, да? А задание прошел, с вами пообщался немного, на ваше сообщение ответил, а если вам понравился этот обзор, то делайте вот так, и оставайтесь с нами, пока-пока, до новых встреч!